Какое мое введение работы с прессой, работы с социальными сетями и с остальными нашими пишущими друзьями? Политика наша максимальная открытость. Никаких тайн в отношении с жителями из городской громады быть не должно. Это с нашей точки зрения. И люди должны правильно видеть и оценивать со своей стороны нашу работу. Потому что в конечном итоге зарплата нам платится с налогов, которые платят люди. Поэтому я бы хотел сегодня выслушать вас, как бы вы хотели видеть построенную с нами работу. Может быть внести свои предложения, как бы мы хотели это видеть. Но это не догма наших предложений. Мы хотим полного взаимосотрудничества со всеми вами. Чтобы мы доносили правдивую информацию. Не придумали где-то там, но где-то услышали и написали. Вы всегда можете обратиться к нам, мы всегда выдадим вам информацию официальную. Может быть даже некоторые мне пишут, я и так отвечу неофициально иногда. Проблем никакой нет. Поэтому Виктория Викторовна Жукова сейчас мой заместитель. Занимается социальными вопросами. В том числе ей подчиняется и отдел информационно-аналитической. Поэтому готовы слушать ваши предложения. Давайте начинать и проведем с толком наше совещание. Договорились? Есть вопросы? Ваши предложения? Мои предложения. Мы сейчас вводим, может это новшество будет, может не новшество. Чтобы все наши структурные разделения были онлайн на связи с народом. То есть это будет и сайт наш городской, это будут и социальные сети, Facebook, ВКонтакте, Twitter. Чтобы все мы были открыты, доступны, чтобы разрядить общественные приемные. Чтобы людям, которым долго добираться здесь проблемы с транспортом и за дорог, мы проблему узнаем. Иван Сергеевич сейчас плотно этой проблемой занимается. Чтобы упростить общение и доступность, мы будем общаться еще через соцсети с народом. То есть давать им полную информацию открытую. Ни от кого не скрываемся, со всеми готовы сотрудничать, всем готовы помогать. А общественное движение Донецкой Республики будет нам оказывать помощь такой же в этой деятельности. Вся информация будет предоставляться. Мы с вами пообщаемся, каким образом будем делиться всей информацией. Может быть вы с нами везде будете заодно сотрудничать. Хотелось бы. И тоже интересно ваше предложение послушать, как вы видите наше сотрудничество в дальнейшем. Значит, на следующей неделе мы вам выдадим списки всех. Всех официально зарегистрированных аккаунтов, глав районных администраций, всех начальников управления и отделов городской администрации, которые будут давать эти информации, которые будут отвечать на все вопросы. Интересующие. Но для того, чтобы все равно это не было бесконтрольно, мы готовим сейчас распоряжение городской администрации о согласованности и взаимодействии со средствами массовой информации. Мы это распоряжение, вы тоже будете его увидеть, и мы его вам доведем, вы его посмотрите на него, чтобы тоже понимать, как работать и взаимодействовать. Вот такое наше видение. Готовы выслушать любые пожелания. Ребят, веселей. Неужели у вас все так было хорошо? Неужели так хорошо общались? У нас была проблема с информационно-аналитическим отделом по поводу оступления нам информации. Она уже, эта проблема больше полугода, и так же само она сохраняется на данный момент. То есть официальные СМИ города вообще не получают информацию с администрацией. Начальник отдела написал заявление о расчетах. Он решил продолжить свою деятельность в трубочке. Вот наш исполняющий начальника отдела, я признаюсь, если тебя кто-то не знает. Если кто-то не знает, да, Мухаммедзианова Ирина Владимировна. Мои контакты, в принципе, доступны. Открыты к общению. Я просто считаю так. Человек, если работает в городской структуре, и уж тем более от такого города, как Горловка, который постоянно обстреливается, он должен гореть на работе. И гореть дома, и думать о своей работе 24 часа в сутки. Может быть, я неправильно рассуждаю, меня не все понимают, но кто не приемлет мою философию по отношению к своей работе, мы с ними стараемся в дальнейшем сотрудничать. Потому что если человек безразличен, а уж тем более, которые проблемы здесь у нас, он не должен работать на этой работе. Он может работать и он, заниматься бизнесом, чем угодно, но только не общаться с людьми. Потому что самая большая сложность и самое большое искусство у чиновников – это умение общаться с людьми. Да, приходится иногда и отказывать, безусловно, и военно-политические события иногда так разворачиваются, что приходится отказывать, потому что просто этих ресурсов нет. Но это надо делать по-человечески, не так, как это было до этого. И от своих сотрудников мы будем требовать то же самое. Но, поверьте, так, уже некоторые сотрудники пошли заниматься своими личными делами. То есть исключительно из-за этого. Вот это наша философия. Это равен. Также мы готовы предоставлять полностью всю информацию и обширную по той причине, чтобы наши соседи не добавляли ничего от себя, поэтому у вас будет доступность полностью. То есть мы все контакты оставим с Ириной и сотрудничайте. Доступность полная и надеемся, что мы все-таки, наша информация будет самая правдивая, самая достоверная, и к людям она будет доходить вовремя. Валера, не доставать, по-моему, мы с тобой часто переписывались, да, ночью? Да. Абсолютно спокойно, без всяких проблем. Ну, если я не исключен, мне тяжело поговорить, что ли, на цепь изменилась. Да. Поэтому, ну, это наша философия такая. Мы стараемся быть на связи 24 часа в сутки и оповещать. Почему я говорю? Почему мы вас собрали? Я понимаю, что многие не пришли к блогеру. Мы хотим, чтобы есть два вида подачи информации. Либо она может быть ошибочная, либо она целенаправленно сфальсифицирована. Понятно, что сфальсифицированной информацией ничего не сделаем. Если человек заточен или он проплачен именно под эту работу, он ее будет делать. Никуда мы не денемся. Мы хотим уйти от ошибочной информации и ошибочной оценки ситуации. Я надеюсь, что с первым вопросом, учитывая нашу открытость и те информации, которые мы будем предоставлять, мы справимся. Ну, а второе, это же вопрос такой, да, вопрос будет заниматься компетентно уже, почему люди это сделают и как. Вот так. Добавлю чуть-чуть от себя. Донецкие наши, откуда мы приехали, знают Ивана Сергеевича давно. И в подписчиках, я думаю, почти весь город Донецк на фейсбуке Ивана Сергеевича. Поэтому мы приглашаем горловчан присоединиться, что мы все должны общаться напрямую, без всякой брократии. На личном рекламе 42 тысячи подписчиков. Я не считаю 5 тысяч людей. Но, опять-таки, это так есть. К прямому общению с гражданами, со всеми готовы. У меня информация, она расходится чаще, чем официальные СМИ ее расстроены. А потом это все расходится. Еще вопросы есть? Просто замечательно. Если вопросов нет, тогда большое всем спасибо. Спасибо.